Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается, это сроки назначения и проведения наших парламентских выборов. Мы уже четко определились, что в этом году мы проводим парламентские выборы, а в следующем году мы проводим президентские выборы. Несмотря на прогнозы некоторых знатоков о том, что Лукашенко в этом году, поскольку тихо, спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и в него надолго присесть, это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону в рамках Конституции, поскольку совпадают выборы парламентские и президентские, мы все-таки решили их развести. И парламентарии с нами согласились, они в этом плане депутаты наши молодцы. И мы определились, что в этом году мы проведем парламентские выборы. Второй вопрос. По Конституции определено, сколько у нас должно быть депутатов. Их 110. Я думаю, достаточно для нашей страны. Соответственно, 110 округов. Я хотел бы, чтобы вы доложили о том, какова здесь у нас конфигурация. Может, что-то поменялось, не поменялось и так далее. Немаловажный вопрос, третий, хоть и не основной, это финансирование выборов. Я всегда вам говорил о том, что лишних денег нет, и нам нельзя тратить лишние деньги, ибо мы вызовем просто отвращение у людей. У нас люди, слава богу, сознательные. Мы их ни в чем упрыкнуть не можем. Но, тем не менее, там будут задействованы люди, специалисты, притом лучшие специалисты. Учителя, врачи и так далее. Это основа, интеллигенция. Тем не менее, они будут отвлечены на работу. Зарплату им, конечно, в эти месяцы платить надо. И не жалко этим людям. Поэтому, не разбазаривая средства, мы должны определиться с вами по финансированию выборов. В бюджете такие деньги присутствуют. Как обычно, для нас важно международное наблюдение. Вы знаете, я долго думал над предложениями разными, традиционными. Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и торчить в страну, кого-то приглашать на одни, на вторые выборы. Но надо четко дать сигнал. Кто хочет, приезжайте. Если кому-то надо для того, чтобы он приехал и имел официальный статус, мы его пригласим. То есть, не надо бежать впереди телеги и просить, приедьте к нам на выборы, посмотрите на наши выборы. Но никому въезд запрещать не будем. Хочешь посмотреть на Беларусь, хочешь посмотреть на избирательный процесс, приезжай и смотри. Но постулат один. Никому не запрещай. Ну и информация. Я думаю, Лидия Михайловна, как обычно, вам надо этот процесс возглавить. Да и не нужно, чтобы кто-то этим занимался. И не только в день выборов, но, может быть, и накануне. Надо определить соответствующий формат. Я думаю, у нас задействуют всех членов комиссии, чтобы они были, участвовали в этом. И информировали население о ходе выборов, подготовке к выборам. Ну и, конечно же, в день выборов информационный центр, как обычно, мы это делаем. Чтобы выборы прошли у нас на достойном уровне. И я не хочу, чтобы даже так называемая оппозиция искала какую-то подоплеку в моих словах по поводу открытости, честности, проведения выборов. Я здесь не вру и не собираюсь тут уводить в сторону кого-то. На имидж надо работать всегда. Но нам нет необходимости уж слишком подпрыгивать и себя показывать. Слушайте, кто нас не знает? Знают и меня, и власть, и парламент наш знают, и так далее, и тому подобное. Поэтому надо ровно, аккуратно подойти к выборам и их провести. Привести достойно, чтобы, конечно, будут говорить и то плохо, и это плохо, но порядок и стабильность лежат в основе. Все должно быть по закону. Как определили по Конституции закону, так мы и проведем выборы. Они для нашего народа. Они не для кого-то там, хотя и хотелось бы лицо сохранить и внешне выглядеть нормально. Продолжение следует...